Продолжение следует... Театр. Каким театром мы познакомились? Руками. Музыкальный театр. Правильно. А еще какие театры у нас бывают, кроме музыкального? Большой театр. Большой театр, да. А скажите, пожалуйста, чем театр музыкальный отличается от театра? Как вы думаете, театр простой театр, а от музыкального? Музыкальный театр есть. Музыкальный. Молодец, умничка. А в таких театрах какие? Различные представления. Тоже спектакли показывают. А спектакли какие у нас бывают музыкальные? Кто может сказать? Подумайте. Какие музыкальные спектакли? Балетки, опера, правильно. Молодцы. Сейчас мы с вами попадем в Мариинский театр. Знаете, какой Мариинский театр? Да. Я остановлю на том фрагменте, да? И вы мне назовете, что это значит. Вы говорили? Да. Да, внимательно. В 1860 году торжественно открылся знаменитый Мариинский театр, который сегодня тысячи людей приходят и хочется верить. А вот теперь я остановлюсь. То, пожалуйста. Я задаю вопрос, а вы смотрите внимательно. Вот это какую часть я показываю тебе? Ложа. Ложа, конечно. А что вы можете знать, что такое ложа? Десяти диагрители. Десяти диагрители. Правда, ребята? Да. Да. Конечно. А вот теперь смотрите. А вот у нас другая часть. Поцел. 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 А что такое поцел? Ну? Десяти диагрители. Десяти диагрители. Десяти диагрители. А они сидят сужат? Как же вверху или где они сидят? Десяти диагрители. Внизу они сидят. Правда. Молодцы. Поцел. А поцелу мы поцел. И вот мы попали на другую часть. У нас же это по месту. Не поцелу. А вот у нас сцена. Десяти диагрители. А что такое сцена? Десяти диагрители. Десяти диагрители. Десяти диагрители. А артисты выступают. Показывают свои спектакли. Правильно? А теперь я показываю последнюю часть. Я знаю, что нас не умеет. Ну? Какая это часть стены? Ой, пусть знаю. Это зланы. Правильно? А что значит зланы? Кто может сказать? Что такое? Ну? Правильно. 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 Молодцы. Вот мы напомнили с вами слова. Значит это. Какое? Партия? Партия. Дальше. Ну? Партия. 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 И мы с вами отправляемся дальше. Партия. 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 П – Один человек поет? – Один человек поет. – Мы говорили, что у нас музыкальный театр – это диктация, а мы говорили, что опера – что это за музыкальный жанр? – Эта музыка – это музыкальный театр, содержание которого… – Ну, значит, через что? – Диктение. То есть, опера – это у нас музыкальный спектакль, правильно? То есть, у нас про спектакль, значит, есть содержание, но оперы у нас говорят? Нет, у нас не говорят опера. А что делают? Только поют, правильно? И вот этим эта опера отличается от других спектаклей. Давайте откроем словарь, и нам входит слово опера. А я считаю, вы думаете, мы правильно с вами думаем или нет? Опера – это жалу музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом, посредством вокальной музыки. Мы правильно с вами думаем? Мы правильно, но мы говорим с вами точно, да? Что опера – это музыкальный спектакль. Повторим. Опера – это музыкальный спектакль, содержание которого мы узнаем через музыку и пение. Мы узнаем через музыку и пение. Молодцы, умнички. А теперь мы идем с вами дальше. Значит, мы попали с вами в оперу. И эту оперу у нас написал, возвращаемся обратно, написал Николай Андреевич Римский-Корсаков. Повторим. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Это русский композит. Он жил. Если это русский композит, то где он жил? В России. Конечно, он жил в России. И он прочитал сказку Александра Сергеевича Кушкина «Сказка о царе Салтане». Ему настолько понравилась эта сказка, что он решил написать оперу. Понятно? А кто читал и знает эту оперу? Вы знаете, да? Ну хорошо, тогда помогайте мне. А скажите, какие три чудо в этой сказке есть? Ну? Белочка. Белочка чудо. Ну? Тридцать три богатыря и? Царевна Олейка. Правильно. И мы сегодня познакомимся с отдельными у нас этими чудами. Первое чудо, это у нас будет, а вот я не буду говорить. Мы сразу с вами найдем себе помощника, который нам поможет. И мы выучим русскую народную песню «Вас Адолье Богороди». А теперь внимательно, смотрите. Что? Как называется эти пятлиничек? Ну да. Как называется пятлиничек? Групчик. Групчик? Нотный стад. Правильно. Это нотный стад. Для того, чтобы открыть нотный стад, у нас идет что? Челепечный ключ. Правильно. А это что? До. До. Это что? Ноты. Правильно. Это ноты. Теперь внимательно. Я буду показывать, а вы называете ноты. Пошли. Три-четыре. До. До. Си. Си. Ля. 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 Си. До. До. Си. Си. Ля. Ля. А теперь ручку приготовили. Это наш нотный стан. Другая рука. Пальчик нижний, мизинец внизу. Пошли первая линейка, вторая, третья, четвертая, пятая. Показали до. Где у нас нога до? Пошли. Три, четыре. До, до, си, си, ля, ля, си, си. До, до, си, си, ля, ля. Молодцы, умнички. А теперь я играю, вы смотрите и пробиваете нотками про себя в начале. Вот какая у нас мелодия получается. Получилось? Да. Получилось. Теперь слопаем. Три, четыре. До, до, си, си, ля, 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 си. До, до, си, си, ля, ля. Молодцы, хорошо. Теперь, пожалуйста, скажите, раз это русская наградная песня, у нас есть слова, правильно? И слова. Прочитаем. Во садуле в огороде, дедница гуляла. А теперь послушайте, как поют другие детки и пробивайте про себя. Во садуле в огороде, дедница гуляла. Получилось? Да. А теперь, пожалуйста, вместе поем. Начали. Румненько, сменько потемнулись. И начали. Во садуле в огороде, дедница гуляла. Стоп. Это у нас как квест получается, да? Мы же знаем, что такое квест. Так вот, это наша подсказка. И мы пошли дальше. Тяги эту подсказку собой. И мы попадали на тему белочки. Как же у нас римский курс, как в опере написал тему белочки. Ушки приготовили? Ага. Слушаем внимательно. Что вы можете сказать? Подумали. Что музыка взялась из во садуле в огороде. То есть она похожа на тему? Во садуле в огороде. Во садуле в огороде. Вы согласны, ребята? Конечно, согласны, что эти две темы созвучны. Правильно? А теперь у нас идут следующие вопросы. Внимательно посмотрите и подумайте, какой музыкальный инструмент взял римский курс для белочки. Флейта. Флейта? Это правильно. Хорошо. И у нас новое слово флейта появляется, да? Скажите, пожалуйста, флейта это какой музыкальный инструмент? Как вы думаете? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Читать вместе со мной. Договорились? Да. Но, раз я говорю читать вместе со мной, значит нужно будет еще и подумать над тем, что вы читаете. Договорились? Я потом задала вопрос. Возвращаемся. И вот слова. Остров на море лежит, Град на острове стоит, Злодогавы и церквами, С теремами и садами, В городе жить ее никуда, Вот какие там три чувства, Есть там белые, Что при всех золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, А старую забирает. А теперь мы вместе Нашли слова три и четыре. Пучки раны не кладет, И с пресвисточкой поет, При чеснок и с днем как роде, По саду ли по саду ли по саду ли. А теперь у нас следующая подсказка появилась, И Александр Сергеевич Кушкин, И римский, Николай Андреевич, Римский Корсаков, Правильно? Почему римский Корсаков Римский Корсаков Взял,